Здравствуйте! В эфире итоговая программа Вести Ульяновска на канале Россия 1 в студии Эдуард Истомин. И по традиции подведем итоги уходящей недели. И вот что будет в первой части программы. Пересмотрели текущий бюджет, а еще снизили многодетным матерям размер трудового стажа для ветеранского звания. О новых важных законах репортаж из областного законодательного собрания. Даешь больше автобусов на ульяновских маршрутах. В областном центре продолжает модернизировать схему движения общественного транспорта. Копии решений не есть копии протоколов собрания. В доме на Карла Липнихта три запутанные ситуации с капремонтом. Пока на первом этаже рвутся коммунальные мины, подрядчик с трудом пытается обновить фасад. Новые меры социальной поддержки населения, а еще изменения в региональном бюджете. Эти вопросы стали главными на заседании областного законодательного собрания. Кроме того, депутаты также успели заслушать отчет о работе счетной палаты. Обо всем по порядку в нашем первом материале выпуска. Анастасия Алыхова – педагог дополнительного образования. Работу по профессии прерывала не раз. Причина уважительная – рождение и воспитание четверых детей. Чтобы получить звание ветерана труда, ей надо отработать 35 лет, а это почти нереально. Если она находит еще время, чтобы трудиться и работать, как бы приносить пользу обществу не только воспитанием детей, но еще и трудовой деятельностью, то это замечательно, что ей могут присвоить звание ветерана труда раньше. Сюрприз маме преподнесли областные депутаты. Избранники утвердили новый закон. Теперь, чтобы получить звание ветерана труда, Анастасии достаточно отработать 20 лет. Весомо смотрится и другой принятый документ. 2020 год, который действительно был для нас всех тяжелый. Наибольший удар, конечно, прошел по медицинским работникам, и их нужно на сегодняшний день защищать. Все сотрудники медицинских учреждений будут пользоваться бесплатной юридической помощью. Депутаты заслушали годовой отчет областной счетной палаты. Региональный орган усиленно следил за расходованием казенных денег. Были выявлены серьезные нарушения. Было проверено 6 миллиардов бюджетных средств. 6 миллиардов. И было выявлено более 400 миллионов финансовых нарушений. Возмещено в бюджет и работами, и товарами, и деньгами 43 миллиона рублей. Депутаты большинством голосов одобрили изменения в текущем бюджете. Почти 30 миллионов рублей федералы добавили на переселение граждан из аварийного жилья. Еще 40 миллионов федеральных рублей пойдет на оснащение объектов спортивной инфраструктуры. 150 миллионов рублей дополнительно направляется из бюджета России на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Более 40 миллионов рублей будет направлено на поддержку медиков в борьбе с коронавирусной инфекцией. 54 миллиона пойдут на ремонт и школы. 34-й она сможет в этом году уже заработать, и детишки пойдут в школу. И очень хорошо, что некоторые муниципальные образования, например, Чердаклинский район, уже провели аукцион и получили экономию на аукционах. Причем значительно, порядка 30%. Сейчас эти деньги перераспределяются на другие объекты, чтобы они тоже успели провести конкурсные процедуры. Сегодня во всех местных бюджетах заложены немалые суммы, и они вполне могли бы в течение года еще раз поработать на областных объектах, считают депутаты. Эдуард Истомин, Денис Миронов, Вести Ульяновск. А вот проблема общественного транспорта еще пока в стадии решения. Она постоянно обсуждается. И в этом есть резон. У жителей областного центра по-прежнему есть претензии к работе автобусов и маршруток. Об этом знает и в региональном правительстве. Кроме того, ему приходится решать и транспортные вопросы в районах. Добраться с одного берега на противоположный в час пик невозможно. Переполненные автобусы – и это только пара претензий и списка транспортной недоступности. Ожидание заветной маршрутки порой превращается в квест. Как водится график, есть, но соблюдают его не все водители. Поднимают вопрос о рентабельности. В итоге в 2020-м жителей опытного поля лишили 69-го маршрута. Оптимизация дорожной сети привела к пересадкам. После проблему, казалось, решили. Пустили автобус по графику. Здравствуйте. Вы посмотрите график. Это называется «Решили проблему?» Маршрут 69 необходимо полностью восстановить в прежнем режиме. Уже слов нет. Ну что еще можно написать? Для усиления маршрута увеличат рейсы, обещают чиновники. Изменения коснутся и 25-го автобуса. Его готовят к ликвидации. По его направлению поедет 46-й, а на востребованном 28-м добавят транспорт. Запустили маршрут номер один, который связывает город с аэропортом. Данный маршрут следует по проспекту Олимпийскому. Также мы возобновили движение маршрута номер три. С 1 апреля у нас продолжается движение маршрута номер 12 по улице Облуково. Обновлением пассажирского транспорта регион занимается с 2019 года. С тех пор закупили 150 автобусов, 29 трамваев. В текущем году также из областного бюджета были выделены дополнительные средства, за счет которых в городе уже организовано несколько маршрутов по регулируемым тарифам. И сейчас в настоящее время рассматривается вопрос о выделении дополнительных средств из резервного фонда, для того, чтобы снять острые проблемы. Например, автобусы-дублеры в областном центре в маршрутной сети. Они занимают почти 5%, сообщают московские эксперты. А должны не больше 2,5. Частные перевозчики также поддерживают ликвидацию дублеров. Думаем, что и будет заработок, и будет рентабельность на маршрутах, и будет порядок, и пассажиры будут довольны именно транспортным обслуживанием. Улучшение только в планах. Пока же региональная транспортная инспекция после проверок обнаружила 35 нарушений. В регионе модернизация требуется и для районного транспорта. Например, необходимо ликвидировать 68 муниципальных маршрутов, усилить 32 магистральных направления. Обновление остановочных павильонов – еще одна задача, но выбор дизайна в этот раз упадет на плечи населения. Люди выберут, люди нам подскажут, какие для них больше нравятся, какие они считают более функциональными для них. Модернизация маршрутной сети требует постоянного внимания и контроля. При этом в работе важна каждая цепочка – от остановок и графиков движения до ремонта и уборки улиц. Если поменять или нарушить хоть один элемент, пазл современного городского транспорта не сложится. Марина Тимофеева, Сергей Свешников, Вести, Ульяновск. И все же дело не только в количестве микроавтобусов или остановочных павильонах. Очень часто в работу транспорта вмешиваются иные факторы. К примеру, те же ямы с водой или лужи с грязью водители стараются миновать. А в итоге транспорт проходит мимо пассажиров. Вот они-то страдают больше всех. Я думаю, что вы это поймете, если посмотрите наш следующий материал. Двигаясь по воде, словно корабль, мощный автомобиль преодолевает лужу. Примерно так в основном добираются на работу сотрудники мебельной фабрики и предприятий по соседству с ней. А льется здесь непростая вода, говорят они. А отходы одного из производств? Проблема возникла не вчера и не сегодня. А потому обращений в различные инстанции было много. Отвечают, что проблема известна, ее решают. Но на самом деле никто ничего не решает. Все как текло, так и течет. Ссылается на то, что все трубопроводы и канализационные стоки пришли в негодность, их надо менять, а денег ни у кого на это нет. Из-за воды, льда, грязи и запаха жалуются ульяновцы. Маршрутные такси отказываются подъезжать к зданию мебельной фабрики. Хотя раньше, говорят, всегда так делали. Людям приходится идти пешком в любую погоду. Ходить пешком недалеко, но смотрите, транспорт отказывается ехать, потому что по канализации. Вы считаете, что нам удобно ходить по канализации? Здесь нет тротуара, здесь только дорога. И она постоянно течет. Подобные прогулки от остановки не всегда заканчиваются благополучно для работников. А на предприятиях, расположенных в этой промзоне, трудится несколько сотен человек. Вот он пешком здесь шел, здесь поскользнулся, упал. И болит шея. Отвезли его в травмпункт, вернулся в бандаже, сломал шею себе человека. То есть мы все официально решили это оформить. Вызвали полицию, участковый пришел, оформил. Жалуются на невыносимые дорожные условия и перевозчик. У нас все-таки не БТРы, а автобусы. И все автобусы мы не можем туда гнать и убивать, если они там на двух колесах ездят. Правильно? И водителей мы не можем заставить, чтобы они работали в таких условиях. И второе, то, что разливается фекалия из колодцев. Мы вот эти фекалии разносим по городу Ульяновску, приносим их себе на конечную, где у нас также работает 80 человек водителей. И пассажиры жалуются на запах в салоне. Как только водители отказались рисковать безопасностью пассажиров и перестали заезжать на непроходимую часть пути, проблема решилась. Муниципальные власти почистили дорогу и движение вновь возобновилось. Вопрос, надолго ли? К сожалению, сейчас у нас случился повторный порыв конвенционного коллектора на проезде нефтяников. Муниципальным монетарным предприятием Водоканал принимаются меры для устранения протечки. Этот злосчастный коллектор уже давно главный фигурант судебных разбирательств. Суды разных инстанций никак не определятся, кому же принадлежит источник зловония. То ли пивзаводу, то ли администрации Ульяновска. Видимо, когда Фемида примет окончательное решение, тогда и подует свежий ветер глобальных перемен. Елена Тимонина, Игорь Кранцев, Татьяна Дудина, Денис Миронов. Вести. Ульяновск. Начались транспорты и плавно перешли на коммуналку. А ведь по этой теме у нас есть отдельный материал. В Ленинском районе в одном из домов неожиданно пересмотрели виды работ по капремонту. Собственники квартиры возмутились. Ранее по краткосрочному плану мы обещали заменить все системы жизнеобеспечения. Но затем все свелось к ремонту одного фасада. А потом и он сошел на нет. По этому поводу нам удалось сделать спецрепортаж. Дом на Карла Липнихта-3 словно осажденный. Хотя проводить аналогии с войной вряд ли уместно. Но строили его именно пленные фрицы. Вот они-то и заложили мины замедленного действия. Правда, по проекту. В этом доме коммунальные мины срабатывают каждый год. Чтобы их обезвредить, Ирина Катайкина приглашает саперов из управляйки. Но и они иногда подрываются. На ржавых трубах заплатка на заплатке. А рвануло здесь, да? Рвануло в квартире. Провалились полы в туалете. Работники, которые приехали устранять, они чуть не рухнули. Благо, там не глубоко. Вот оно это место. Квартира Ирины Катайкиной из-за аварии давно уже не жилая. А все потому, что подвала в доме нет. Рвущиеся коммуникации в подполье. Люди стали заложниками этой ситуации. А рвануло что у нас? Горячая вода и холодная. Вот здесь сделали две заплатки. То есть то, что должны были отремонтировать в рамках капитального ремонта? Да. Ранний суд обязал управляющей компанией Ленинского района заменить трубы. Но та приказала долго жить. Тем не менее, у соседей были претензии именно к Ирине. А это получается, идет источник чисто холодной воды на весь дом. Жильцы линят меня. Раз у меня в квартире, то есть я не должна отключать воду и ремонтировать. У людей теплилась надежда на региональную программу капремонта. Три года назад они проголосовали за полный перечень работ в доме. Здание включили в краткосрочный план. Подрядчик готовился к ремонту. Но судьба вильнула хвостиком. В июле 2019 года ехал Павлов зам, тогда еще был Хаджибаев. И привел к нам бумажку, чтобы мы ее не подписали. А в недоступе. И сказали, не подпишите, мы найдем, кто нам подпишет. Но мы не подписали. В итоге появилась компания, которая начала делать ремонт фасада. И нам было объявлено, что это все по смертной стоимости порядка 3,5 миллионов. Больше ни на что рассчитывать не можете. У нас и крыша течет, у нас много чего вообще. Умные и продвинутые с папками в руках пламенно убеждали людей смириться. В доме якобы созвали повторное собрание собственников. По одной из версий, его участники, скрипя сердце, урезали число работ в доме. Собрание собственников было, но мы не подписывали никаких документов, в плане того, что мы от чего-то отказываемся. К фасадным работам все же приступили, но с худой крышей. На дырки и норки фонд технично обратил внимание управляйки. После этого с людей дополнительно содрали деньги на текущий ремонт крыши. А в итоге... Леды стоят, развертся. Неказистый ремонт кровли не смутил заказчика. В конце сентября фонд приступил к фасадным работам. Но уже в ноябре вглянули первые холода с белыми мухами. Подрядчик ретировался с объекта, оставив леса на дому. Учитывая то, что работы по штукатуриванию фасада, сезонный вид работ, и в случае заморозков произвести их с требованиями технологического процесса не представляется возможным, работы по капитальному ремонту фасада были приостановлены. Канитейска об ремонтам не поддавалась логике. От собственников в прокуратуру полетели письма, оттуда вжил инспекцию. Проверка показала, что по рукам чиновников ходят две разные копии протоколов собрания. По всей видимости так, но копия, она на то и копия, что ее, чтобы определить, является ли она копией, или это просто кто-то напечатал этот протокол, нужен оригинал. Оригиналов нет. Хорошо. Чем отличаются эти копии? Видимо, работа. Директор фонда модернизации ЖКК заболела перед интервью. Но в письме указала, что ее организация интересует лишь краткосрочный план. В него включает перечень домов и виды работ. А вот замдиректора был куда разговорчивее. Краткосрочный план разрабатывается только на основании краткосрочных планов органов местного самоуправления, которые в свою очередь опираются на решение собственников. Решение собственников не проверяется. Орган местного права, точнее, полномоченным органам. Но директор фонда опирается почему-то на копию протокола собрания. Хотя, по словам начальницы, и ее, наверное, не проверяют. Но копия протокола ничтожна, если нет бюллетеней собственников. Тогда непонятно, почему дом на Липнинг-Т3 включили в краткосрочный план. Нужно задавать вопрос органам местного управления, на основании чего они поднимали такие решения. Но документы дальше ушли в уполномоченный орган. Прокомментировать не могу, потому что нужно рассматривать, на каком основании подписывался и разрабатывался краткосрочный план. По закону копии бюллетеней прилагают к краткосрочному плану. И тогда здание включают в график ремонта. Но в истории на Липнинг-Т3 должностные лица обошлись одной копией протокола. С ее помощью они затеяли фасадные работы и забыли, что мины коммунальные опять рвутся на первом этаже. Вы смотрите итоговую программу Вести Ульяновск. Прервемся на несколько минут. И вот, что будет во второй части программы. Вакцинация продолжается. Ее активные участники – люди старше 60. Но врачи и медики, несмотря на пандемию, думают и о проведении уникальных операций. Изобретательство – год науки и технологий на высшем уровне. Роботы, беспилотники и умные механизмы – об очередных разработках молодых инженеров расскажет Павел Игнатьев. В списках не значился. Благодаря этой постановке детская труппа из Ульяновска значится победителем фестиваля «Театральное при Волжье». Ее спектакль признал лучшим. В регионе продолжается вакцинация от COVID-19. В нашу область в конце марта дополнительно поступило почти 7 тысяч доз препарата «Спутник Ви». На данный момент двухкомпонентную прививку получили больше 35 тысяч человек. В вакцинации активно участвуют люди старше 60. Один из прививочных пунктов в Ульяновске находится в поликлинике номер 2, центральной медико-санитарной части. Екатерина Волкова вместе с мужем записалась на вакцинацию сознательно. Побочных эффектов после первого укола супруги не испытали. Самочувствие хорошее. Почему решили? У нас дети в Самаре живут. И мы не ездим сейчас. И они тоже. Поэтому хочется внучат видеть. И те решили обезопасить не сколько себя, сколько их. Всем рекомендую сделать. Государство даже нас просит это сделать. Ну а раз просьбы о государстве есть, значит мы уже обязательно должны заботиться о своем здоровье. Записаться на вакцинацию можно по телефону 122, а еще в личном кабинете на портале госуслуг. Либо при обращении в регистратуру территориальной поликлиники или участковому врачу. Прививкой делают и выездные бригады. Ради этого медики используют термосумки с хладоэлементами. Противопоказанием является возраст до 18 лет, грудное вскармливание, беременность, серьезные аллергические реакции в анамнезе и хронические инфекции в стадии обострения. Когда хроническое заболевание переходит в стадию ремиссии, пациент через 2-4 недели может вакцинироваться. На данный момент прививочная кампания ведется с помощью спутника ВИ. Но пациенты часто интересуются другой вакцины. Это эпивак коронациентра Вектора. О ее поступлении в регион сведений пока нет. Однако и врачи, и пациенты ждут этот препарат. А вот на Ульяновской станции переливания крови ждут доноров. Здесь требуется первая положительная, четвертая отрицательная, а еще вторая с положительным и отрицательным резус-фактором. Чтобы ликвидировать дефицит соединительной ткани, сотрудники станции просят жителей региона проявить гражданскую солидарность. Об этом в материале Марина Тимофеевой. Сначала к терапевту в следующем кабинете проверяют группу крови и резус-фактор. И только после регистрация. Студенты педагогического университета выстроились в очередь на сдачу крови. В УЗИ работает выездная группа. Самое главное – это правильная организация, чтобы привлечь доноров, чтобы доноры приходили. Потому что, к сожалению, не каждый может приехать на станцию переливания. Поэтому наша задача основное – максимально обеспечить явку доноров. Важно накануне донации отказаться от алкоголя, утром не употреблять жирную и жареную продукцию. Лучше легкий завтрак. Но в условиях пандемии к донорам требования повышены. Не допускаются те, кто в течение последних 28 дней выезжал за пределы региона. Если человек сделал вакцинацию от ковида, то это после второй вакцинации медотвод на 30 дней получается. В коридоре педагогического университета на сдачу крови более 50 человек. Один за другим проходит процедуру донации. Кира Коткина сдаёт кровь впервые. Просто захотелось. Подумала, что сейчас хорошее время, чтобы сдать кровь. Потому что она ей нужна. И пришла сегодня. На следующей неделе выездная бригада областной станции переливания крови отправится на авиационный завод. Марина Тимофеева, Сергей Свешников, Вести, Ульяновск. Кроме крови, медикам и врачам требуются детские реанимобили. Но сейчас с ними будет попроще. Шесть новых реанимобилей пополнили автопарк Ульяновской областной детской больницы. Именно этот класс машин отправляется на самые сложные вызовы, когда нужна срочная помощь маленькому пациенту. А значит, у бригад всё должно быть под рукой. Примечательно то, что этот жёлтый кузов не спутаешь с другими авто. По сути, это мобильная реанимация с бортовым компьютером последнего поколения. Рабочее место реаниматолога в реанимобиле абсолютно не отличается в настоящее время от рабочего места даже в очень, как говорится, многопрофильном, очень третьего уровня стационаре. Новый реанимобиль укомплектован передвижным аппаратом ЭВЛ, несколькими дефибрилляторами и концентратором кислорода. Обновлённый автопарк быстрее, безопаснее и комфортнее. Проводить интенсивную терапию и реанимацию можно в пути. Такие машины медики окрестили стационарами на колёсах. Сутки машина работает абсолютно автономно. Новые машины могут переводить на дальние расстояния даже крошечных пациентов. В таком инкубаторе малыш весом в полкилограмма чувствует себя словно в материнской утробе. Я ездила с ребёнком в Санкт-Петербург. То есть мы 36 часов везли ребёнка в инкубаторе. За год бывает до 30 подобных вызовов, говорят медики. Кроме того, в масштабах области мобильная реанимация совершает до полутысячи транспортировок юных пациентов. Ульяновские врачи успешно провели уникальную операцию на желудке. Ранее её в нашем регионе не делали. Теперь же благодаря ей можно скорректировать вес пациента. Это убережёт его от других сопутствующих болезней. Наша съёмочная группа убедилась в том, что после операционного вмешательства пациент стал добрее, а ещё готов был продолжать дальнейшее лечение. Впервые на приём Дмитрий Варакин пришёл с весом 160 килограммов. И если в других больницах врачи говорили «Ешьте меньше», здесь, в Ульяновском областном клиническом центре, были категоричны. Нужна операция по уменьшению желудка. Его жизнь после этой операции изменилась кардинально за один день. Он похудел на 16,5 килограмм. У него появилась тяга к жизни, желание жить. Без малого 20 килограммов растаяли буквально в первые несколько недель после выписки. В течение следующего года он настроен сбросить ещё почти 50. Хочется ещё что-нибудь взять, пойти сходить. А всё, желудок не позволяет, он уже полный. В этом вся суть. С помощью специального ультразвукового скальпеля врачи удаляют как раз ту часть желудка, которая отвечает за выработку гормона голода. Операция была выполнена без разрезов, через небольшие проколы. Вместе с весом исчезает и повышенное давление, и зашкаливающий сахар в крови. Я двигаюсь 6-7 километров в день прохожу. У меня уже не составляет никаких ни отдышки, ничего. Технология обеспечивает меньшую кровопотерю и скорейшее восстановление. На следующий день после операции Дмитрий уже мог приседать. Через 7 дней отправился домой. Высокотехнологичная методика оперирования без разрезов позволяет побеждать ещё десятки диагнозов. Используется в лечении заболеваний следующих. Это желчнокаменная болезнь, острый апеницит, паховые грыжи, грыжи, пищеводные отверстия, диафрагмы, заболевания опухоли надпочечников. Также мы занимаемся щитовидной хирургией и пересадкой почек. Для возвращения к полноценной жизни при себе достаточно иметь лишь полис обязательного медицинского страхования. Яна Федорищева и Дамир Губеев. Вести. Ульяновск. Но не только в медицине внедряют инновации. Человекоподобные роботы, беспилотные летательные аппараты, умные механизмы. Всё это появляется отнюдь не в Силиконовой долине, а в Ульяновске. Передовые разработки от молодых учёных нашего региона можно было лицезреть на конференции изобретательства в год науки и технологий. Робот-беспилотник может ехать куда угодно. Главное – задать правильный алгоритм. У нас компьютер управляется, куда он может ехать. То есть получается, отображается его траектория и расстояние до препятствия. Человекоподобный робот препятствий не замечает. Выполняет все команды оператора. Приняв упор лёжа, занимается физкультурой. Он может повторять любые действия, что и человек. А этот манипулятор – пока только промежуточная версия между обучающими программами и их промышленными аналогами. Рутинная работа остаётся в прошлом. На дворе век новых технологий. Намного больше точность. Также очень высокий ресурс работы. Больше, чем у человека. И без перерывов практически неограниченное время. Для обывателя это чудо инженерной мысли. Но для них это только азы программирования. Учёные представляют свои обучающие программы. Региональный дронодром уже работает. У создателей грандиозные планы для развития. Мы сейчас готовим проект, который называется «Экосистема беспилотной авиации», который будет себе делать замкнутый цикл. Мы планируем сделать детскую школу пилотов-навигаторов, в которой будем детей с шести лет учить, управлять беспилотными летательными аппаратами. В науке они всерьёз и надолго. Университетский курс продолжается на производстве. Разработка Ролины Камаловой, лучшего профессионального инженера страны, успешно внедряется в коммунальном хозяйстве. Новый способ обработки воды на котельных, когда не используется пар, а используется уходящий газ котла. Данная разработка была у нас на кафедре, изобретена, запатентована. На их часах время новых открытий. Сутки напролёт учёные ломают головы над разработками. В будущем их открытия пригодятся во всех отраслях, от сельского хозяйства до тяжёлой промышленности. Павел Гнатьев, Антон Дурнов. Вести. Ульяновск. Здание, где ранее размещалась областная филармония, перепрофилирует. После ремонта его передадут коллективу танцевального ансамбля «Волга». Новую сценическую площадку обещают оборудовать к 2023 году. А вот какова судьба знаменитого органа, вы узнаете, если посмотрите следующий материал. Играет оркестр, танцуют артисты и поют вокалисты. В едином творческом номере представлен весь волжский ансамбль. Через танец и песню они передают традиции и народную культуру. Коллектив дважды был удостоен высокой чести представлять страну в Стамбуле в День России и на международном фестивале в Швейцарии. Сейчас ансамбль лютится в одном из помещений Центра народной культуры. Но скоро у них появится свой дом. Мы с нетерпением ждём переезда. На самом деле мы рады тем условиям, которые нам сейчас предоставляют. У нас большой зал. Но, конечно же, лучше, когда есть свой дом, свои гримерки. Творческий коллектив переедет в бывшее здание филармонии. Мы очень надеемся, что в 2023 году мы уже переселимся туда, и у нас будет свой стационарный концертный зал, реакционное помещение. Это и дополнительные классы, и костюмерная, и сценическая площадка, и балетный зал. Запланирован даже собственный музей. На реконструкцию здания предусмотрено более 200 миллионов рублей. Они пойдут на усиление фундамента, ремонт кровли, замену кладки стен и окон. Здание филармонии закрыто с 2016 года. Уже шесть лет подряд ни концертов, ни репетиций. Но только за саркофагом ежедневно звучит органная музыка. Концертный орган – единственный музыкальный инструмент, который остался после закрытия здания. Мастер следит за температурным режимом и уровнем влажности. Саркофаги для сохранения инструмента. Орган в прекрасном состоянии. С ним ничего не произошло за это время. Он очень хорошо звучит. С ним всё в порядке. В 2022 году его также ждёт переезд в Малый зал Ленинского мемориала. Этим займётся немецкая фирма. Контракт с ней подписан. Но из-за пандемии компания не может пока приступить к работе. Марина Тимофеева, Сергей Свешников, Вести, Ульяновск. Без оваций и криков «Браво», зато со слезами на глазах зрителей. На фестивале «Театральное Приволжо 2020» назван лучший спектакль о Великой Отечественной войне. В постановке в списках не значился. Ульяновская детская труппа сумела творчески посчитать, сколько же шагов отмерено в русской версте. Он помнил безмятежные дни 41-го. Успешный выпускник военного училища, молодой лейтенант Коля Плужников. В самом начале войны он получает назначение служить ещё в мирной Брестской крепости. Это была его личная просьба. И Коля с удовольствием подумал, что ему пока некуда спешить. И спеть какое-нибудь что-нибудь значится. А кто в Москве войне слышит? О войне? А какой войне? Отсюда и начинается долгий и болезненный путь к прозрению. Первые дни войны, когда паника соседствовала с героизмом, отчаяния с храбростью, а предательство с взаимовыручкой. Главное, без всякого оружия, тихо и внезапно, это наша сила. Вперёд! Платформа, которая у нас стояла посередине площадки, она играла такую символику, что по течению спектакля мы вынимали по доске в тот момент, когда погибал какой-либо персонаж. ПЕСНЯ Спектакль о выборе сдаться в плен или сражаться до последнего вздоха, предать своих или остаться с боевыми товарищами до конца. Это было страшно. Когда звук пулемётов, когда звук взрывов, когда все бегают, суетятся, это очень страшно. ПЕСНЯ Тогда крепость не пала, она просто истекла кровью. И по воле судьбы поле оказался её последней каплей. ПЕСНЯ Назовите ваше звание и фамилию. ПЕСНЯ Я русский солдат. ПЕСНЯ И вот пока жива память, пока мы относимся к тому подвигу нашего народа, который был совершён 70 с лишним лет назад, мы будем живы, мы будем людьми, мы будем цивилизацией. И никакие пандемии не помешают нам допустить крах культуры. Над мельчайшими деталями постановки студия у Лукоморья Карпела почти год. Эту маленькую победу они посвятили своим дедам и прадедам. Ведь страшнее пистолета может быть только освобождение от памяти. ПЕСНЯ Яна Федорищева и Сергей Свешников. Вести. Ульяновск. Такой нам запомнился уходящей недели. Это была итоговая программа Вести. Ульяновск на канале Россия-1. Повтор в 14.00 на Россия-24. А с поклонниками второй кнопки я прощаюсь. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова